MTV предупреждает. Программа содержит сцены жестокости и насилия и настоятельно рекомендуется для просмотра родителям несовершеннолетних геймеров. Игры, упоминаемые в программе, имеют возрастные ограничения и не предназначены для людей с неустойчивой психикой и моложе 18 лет. Виртуальный мир не отвлекает от проблем. Виртуальный мир эти проблемы создает. Он пробуждает в нас самого страшного врага. И имя ему – страх. Он выбирается из подсознания и захватывает нас целиком. Страх становится изощренней, тоньше, коварней. Виртуальный мир переплетается с реальным. Это становится наваждением. Мы начинаем подозревать и бояться абсолютно всех и всяк. В наших друзьях или прохожих на улице чудятся зомби, мутанты, взбесившиеся психопаты и инопланетные твари. И спасение только одно – знать, к чему готовиться. Мы представляем вам самый враждебный человеку грани виртуального измерения. Знаете, видеоигры – это не игрушка. В эфире программа «Страшно интересная десятка самых опасных монстров виртуального мира». Готовьтесь. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня мы представим вам 10 самых опасных монстров виртуального мира. Не спешите протягивать им руку для знакомства. Вмиг останетесь в бесконечности. Приготовьтесь встретиться с этой убийственной десяткой прямо сейчас. В моих руках сила страсти власть. Я Беобуль! Никто не мог предположить, что уничтожение Беобульфом «Страшного монстра» не избавит людей от беда. Это была лишь прелюдия ко многим несчастьям, свалившимся впоследствии на датские земли. Мать поверженного Грэндаля поклялась отомстить за убитого сына. Она, скрывающейся под маской дивной обольстительницы, гигантский дракон. Дракон, жаждущий крови смертной. Окутав колдовскими чарами Беобульфа, она родила от него молодого дракона. И вот спустя многие годы два демона-дракона, мать и дитя, вернулись, чтобы привести в исполнение свой кошмарный план мести. Уничтожить всех жителей датских земель и нового короля – Беобульфа. Мать Грэндаля в обличье дракона открывает десятку самых опасных монстров виртуального мира. Взрыв на Чернобыльской АЭС стал самой крупной и ужасной техногенной катастрофой в истории человечества. Кроме гибели тысяч людей, он стал причиной возникновения на территории Украины настоящей черной дыры. Сплошного очага мутаций живых организмов. Бездомные собаки и брошенные в спешной эвакуации домашний скот, терзаемый голодом. И подверженные мощнейшему радиоактивному излучению. Эти животные стали эволюционировать, превращаясь в ужасных и кровожадных существ. Снорки, тушканы, псевдособаки, кабаны, плоти, полтергейсты наводнили вчерашнюю Припять и прилегающие территории. Но самым опасным и жутким мутантом был кровосос. Высокий, сутулый гуманоид со множеством щупальцев вместо рта. Впиваясь в шею живой жертвы, он парализовал добычу и высасывал кровь, оставляя лишь высохшую, напоминающую мумию оболочку. Мало кто избежал ужасной участии, ведь кровососа было не так легко обнаружить. Он обладал способностью становиться невидимым. Обитатели чернобыльских болот и подземелий. Кровососы. На девятой строчке нашего хит-парада опасных монстров. Остров Кабату. Настоящий тропический рай с лазурной водой, золотыми пляжами и изумрудными джунглями. Он был бы истинной жемчужиной для туристов, если бы не одно но. Этот клачок земли контролировался сумасшедшими наемниками под руководством злого гения доктора Кригера, проводившего свои генетические эксперименты. Помимо простых солдат, в секретных лабораториях Кабату выращивались боевые мутанты. Эти горы стальных мышц весом в 300 килограммов одним ударом могли превратить человека в кровавую лепешку. Простые пули громил не брали. Утихомерить их мог, пожалуй, только гранатомет в руках Джека Карвера, бывшего морского пехотинца, случайно попавшего на этот проклятый остров. Полчищам обезумевших генетически измененных солдат из Фар Край мы присуждаем восьмое место. Сделаем паузу, чтобы перевести дух. Это страшно интересная десятка самых опасных монстров виртуального мира. Не переключайтесь. Внешность обманчива, виртуальная реальность не исключение. За всеми красотами по ту сторону экрана скрываются истинные ужасы, которые человеку перенести не под силу. Это хит-парад самых опасных монстров виртуального мира. Серьезный Сэм без преувеличения крут. Ведь уложить сотню-другую разномастных монстров – его любимое занятие. Но среди них порой очень редко встречались такие экземпляры, что даже самому Сэму приходилось искать укрытие от их разрушающей мощи. Танковый биомеханоид был одним из таких существ. Исполинский монстр, дьяволоподобный минотавр на танковой базе, с убойными плазменными пушками вместо рук. Торжество сил. Появляясь на поле боя, он завораживал своим величием. Словно сам бог войны спустился на землю. Мгновения и его испепеляющие все вокруг орудия играли симфонию смерти. А это значит, что уцелеть под градом огня было практически невозможно. Танковый биомеханоид – седьмой среди других опасных монстров игрового мира. Испания всегда славилась не только вином и жгучими женщинами, но и чудовищем. Пересекать испанские озера было крайне опасным делом. Любой, кто отваживался на это, неизменно встречался с огромной земноводной тварью – Дель-Лаго, обитавшей в пучине. Размерами она многократно превышала рыбацкую лодку. Чудище остро чуяло присутствие человека и, заметив его, преследовало до конца. Стоило несчастному выпасть из лодки, его участь была предрешена. Его бедное тело исчезало в огромной пасти, увенчанной гигантскими корявыми зубами. К счастью, и на Дель-Лаго существовало управа. Озерную тварь можно было усмирить несколькими прямыми попаданиями гарпуна. Глубинная плотоядная амфибия с ужасными зубами из Резидента Ивил-4 занимает шестое место нашего спицы. Встреча с ним было не миновать. Ждать пощады было бесполезно. Ведь это была смертельная битва, кровавый турнир, устроенный повелителями внешнего мира. И одним из самых страшных бойцов был четырехрукий громила по имени Гор. Получеловек-полудракон, двух тысяч лет от роду. Он, как и подобает драконам, яростно выколачивал душу из любого. Во всех смертельных битвах он выходил победителем. Четыре огромные ручища наносили сокрушительные удары. А сконцентрировавшись, Гор опускал в противника испепеляющий фаербол. Чтобы увернуться от его атак, требовалась просто невероятная проворность и выносливость. Гора мышц Гор. Культовый персонаж из Mortal Kombat своими огромными кулаками отвоевал пятое место среди самых опасных монстров виртуального мира. Существовала вечная тьма. И существовал Джеки Эстакадо, сын проститутки и сутенера, с ранних лет выброшенный на улицу. ВЫСТРЕЛ Однажды его подобрал Оли Франчетти, глава наркокартеля, для того, чтобы вырастить из парня наемного убийцу для своих криминальных нужд. Джеки всем сердцем ненавидел своего жестокого покровителя. И когда Джеки исполнился 21 год, он был впервые убит. Впервые. Потому что с тех пор тьма поселилась в нем и вернула его к существованию. Она сделала его своим верным слугой. И Джеки начал жестоко мстить членам криминальной семьи Франчетти и продажным копам. ВЫСТРЕЛ Стоило парню войти во мрак, как он тотчас призывал свою темную сущность. Тогда из-за плеч у него вырастали ужасающие змеи, выгрызавшие сердца из человеческих тел. Когда Джеки обестачивал помещение, рядом с ним в темноте появлялась дикая стая его верных демонов, рвущая на клочки все на своем пути. И только Дженни, девушка Джеки, была единственным лучиком света, сохранившим в парне его человеческую сущность. ВЫСТРЕЛ Антигерой, опаснейший мститель из тьмы, Джеки из The Darkness, прочно обосновался на четвертом месте сегодняшнего темного рейтинга. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ С тройкой самых опасных виртуальных монстров вы познакомитесь после рекламы. Оставайтесь с нами. ВЫСТРЕЛ 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 В виртуальном мире, как и в нашем, все подчиняется строгим законам естественного отбора. Выживает сильнейший. Только этот естественный отбор неестественно жесток. Вашему вниманию мы предоставляем тройку самых жестоких и опасных чудовищ по ту сторону экрана. ВЫСТРЕЛ Он прирожденный охотник из древнего рода. Его кланы испокон веков бороздили космические просторы в поисках самой экзотической добычи. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Его народ назывался Науду, но во всей Вселенной он был более известен как хищник. ВЫСТРЕЛ Чем опаснее был тот, за кем охотился хищник, тем больше признания от сородичей он получал, когда убивал добычу. ВЫСТРЕЛ Добыть череп человека и привезти его домой считалось большой честью. И чтобы получить этот трофей, хищник использовал весь свой высокотехнологичный арсенал. ВЫСТРЕЛ Страшный метательный диск бумеранг. И, конечно же, мощнейший плазмомет. ВЫСТРЕЛ Сегодня этот вооруженный до зубов жестокий межзвездный самурай из чужого против хищника открывает тройку самых опасных монстров виртуального мира. ВЫСТРЕЛ Черви бывают опасными. Гигантские черви чрезвычайно опасны. Ну а если такие черви-гиганты питаются магической энергией, то от этих тварей лучше вообще держаться подальше. ВЫСТРЕЛ Каим, Минг и Сет так бы и поступили, если бы знали о засилии этих мерзких животных на подступах к магическому двигателю, к которому направлялись герои. ВЫСТРЕЛ Не успели они приблизиться к машине, как увидели крабоподобных тварей и гигантского червя. ВЫСТРЕЛ Огромный монстр был покрыт переливающейся чешуей, с шипами по всему телу, мерзкими усами, торчащими из головы. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Накопив мощный заряд, гигантская тварь выстреливала противников, наблюдая, как испускает дух поверженная жертва. ВЫСТРЕЛ Ужасный гигантский червь расположился на втором месте среди других самых опасных монстров. ВЫСТРЕЛ Кто или что оказалось на верхней строчке нашего рейтинга? У кого самый большой коэффициент опасности среди чудовищ виртуального мира? Прежде чем мы содрогнемся от его вида, давайте еще раз посмотрим на тех, кто уступил победителю место в этом страшном карнавале смерти. Десятое место принадлежит дракону в образе женщины из Беовульфа, которая на пару со своим сыном уничтожала датские земли. На девятой позиции притаился хищный кровосос из сталкера, гуманоид, рыскающий в поисках добычи по территории Украины. Восьмая строчка оккупирована настоящими боевыми машинами воплоти из Фар Край, который готовы одним ударом прикончить любого чужака. Седьмое место занимает яростный танковый биомеханоид из Сириус Сэм, палящий из всех орудий и не ведающий пощады. Шестое место отдается озерному чудовищу Дел Лаго из Резидент Эвил 4, гораздо более опасному, чем чудище из Лох Несса. На пятую строчку вскарабкался Громила Горо из Мортал Комбат. На четвертой ступеньке беснуется яростный мститель за свое загубленное мафией детство. Третье место в качестве трофея взял себе беспощадный хищник, воспринимающий всю земную фауну, как живые мишени. Почетное второе место принадлежит огромному безобразному червю из Лост-Одиси, мощному и властному, окруженному армией тварей, таких же уродливых, как и он сам. А теперь перед вами предстанет абсолютная опасность. Обладатель первого места нашего хит-парада. Иногда душа человека после смерти попадала не в рай или ад, а застревала где-то между ними, в чистилище. Тогда перед этим избранником сил добра стояла божественная миссия. Сразиться один на один с самим Люцифером. Воплощение вселенского зла, хранитель ада, пылающий исполин с крыльями и огненным мечом в руках. Никто и ничто не могло его повергнуть. Всякий, кто посмел вступить с ним в поединок, был сожжен, разрублен мечом или просто растоптан гигантскими ногами-лапами. А если несчастному удавалось разгневать дьявола, бедняга был обречен. На его голову обрушивался огненный дождь, когда сотни пылающих шаров летели из развергшихся небес. И тогда сопернику сатаны казалось, что наступил Армагеддон. Люцифер, как воплощение вселенского зла, триумфально возглавляет десятку самых опасных монстров виртуального мира. Вы взглянули в лицо десяти самым разрушительным созданиям цифровой вселенной. Отныне опасность, исходящая от них, будет преследовать вас ежеминутно. Ведь от собственного безумия вам не убежать. Лечите нервы, чтобы дожить до следующих выпусков программы «Страшно интересно», где мы продолжим знакомить вас с самыми мрачными сторонами виртуального мира.